Привет, чемпионы! Давно на нашем канале не было браса. Я сегодня расскажу, что такое выход брасом и как его делать. Выход брасов – это определенный набор элементов сразу после старта и после каждого поворота, который позволяет спортсменам плыть быстрее, при этом не нарушая регламентированные правила. А мы как, вот так вот? Или в камеру? Ты в камеру, да, там, типа. Всем привет! Короче, мы только начали писать ролик, я рассказывал про выход брасом, и тут, о чудо, я увидел в бассейне Гришу Фалько, который знает о брасе все. Гриш, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как делать выход брасом и какая там последовательность элементов? Сначала, естественно, старт. Набирается высокая скорость, положение стрелочка, дальше идет удар ногами дельфином, потом движение рук полностью вниз и выведение рук вперед и подтягивая ног отталкивания. Выход уже на поверхности. Но есть еще второй момент, что можно делать удар ногами дельфином после окончания движения рук вниз. То есть два варианта. Какой выберете вы? Ну, вам можно удары дельфином делать? Два удара, к сожалению, нельзя. Снимок. Гриша, расскажи, были ли у тебя какие-нибудь казусы на старте или во время выхода брасом? Да, у меня очень много историй было связано со мной. На последнем чемпионате России на зимней короткой воде в Казани на финале 200 брасом, в новых шортах спидовских я встал и у меня лопнула капроновая нитка, которую завязывают. И все. И со самого старта все не пошло. Шорты надулись и настроение упало. Вот. А еще меня, кстати, сняли на соревнованиях на чемпионате Европе на финале 200 брасом как раз-таки за удар дельфином перед движением рук. То есть начало движения рук. Раньше было запрещено, до 2009 года был запрещен этот элемент. Но все использовали его, но на первой дорожке меня сняли. Короче, мы сейчас с Гришей зарубимся, сделаем выход брасом, я его обгоню точно. Гриш, я тебя обгоню сейчас на брасе. Давай, мы застрелим. На старт. Стоп. Вы заметили, что важно? Первое, это мощный толчок, обтекаемое положение и скольжение. Затем идет своевременная работа ног и рук для того, чтобы поддержать заданную скорость. Дальше идет вытягивание рук по меньшему сопротивлению, для того, чтобы не потерять заданную скорость. Ну и после этого грамотный переход в первый цикл брасом, с хорошим всплытием. Если вы выйдете в первый цикл слишком глубоко, вы это почувствуете. Еще важно контролировать глубину, она не должна быть слишком глубокой, либо близко у поверхности, потому что тело после скольжения начинает всплывать. Чемпионы, у нас есть телеграм-канал, в который вы можете перейти уже сейчас. Там будут выкладываться новые актуальные видео, посвященные нашей школе плавания, обучающий материал. И вообще самые свежие новости будут там. Все ссылки в описании. Продолжение следует...